мы начнем в общем вы сейчас на курсе ну или на первом занятии того что мы решили назвать курсом потому что это будет как минимум по нашим подсчетам 10 занятий таких будет зависеть от желания людей ходить от интереса к разным темам вот и соответственно почему мы решили это сделать потому что очень часто к нам обращались то есть у людей есть какой-то интерес к анархизму как нам кажется но при этом например в беларуси было достаточно сложно с этим интересом работать потому что у нас не было возможности проводить вот такие публичные мероприятия то есть частично мы пытались анархические идеи развивать посредством фримаркета то есть там делать какие-то лекционные части информативно информационные какие-то речи и так далее что-то было возможно делать например на библиотеке вольной думка которая тоже сейчас закрыта и там разограблена условно вот то есть но как бы условно вот сделать такое мероприятие в минске как здесь мы не могли вот приходилось соответственно общаться только с теми людьми которые как-то на нас выходили самостоятельно вот и мы подумали было будет здорово воспользоваться такой возможности в которой мы сейчас все оказались и ну как сказать не останавливаться пойти дальше потому что ну рано или поздно мы все это вернемся надеюсь вот и собственно мы подумали что наверное было бы неправильно сделать просто какую-то типа обзорную очень лекцию где мы головым по европам расскажем кто в анархизме там как то кто самый главный в анархизме не знаю как мы взаимодействуем какие у нас идеи почему мы не знаю не сформировали партию то есть очень много вопросов обычно у людей вопросов иногда странных но мы подумали что было бы здорово разделить это на какие-то тематические части вот мы писали о них в анонсе а вот собственно мы сегодня на первом самом курсе на первом занятии сегодня мы просто знакомимся достаточно базовые вещи скажем возможность те люди которые что-то знали уже про анархизм и слышали вы не будете здесь удивлены или у вас не появится какой-то супер новой информации но при этом мы постарались ее структурировать так чтобы всем было более-менее понятно и как поэтому мы предполагаем что если например будут какие-то вопросы с вашей стороны которые будут не касаться например тиво сегодняшней темы то мы мы их нам они интересны мы бы хотели их записывать и все равно как бы отправлять вас к следующему занятию на которое можно тогда прийти где мы более глубоко эту тему поднимем и возможно какие-то темы будут меняться и в частности можно то есть это курс не предполагает какого-то членство не знаю есть только добровольное посещение можно ходить или не ходить на какие-то мероприятия если что-то неинтересно можно пропускать либо наоборот приходить массово на то что более интересно по-прежнему мы не доходим к моменту когда мы будем что-то рассказывать потому что сначала нам интересно что вы знаете вот что такое вообще анархизм для вас ну то есть вы может что-то знаете может и нет это нормально можно давать смешные ответы глупые или наоборот определение из википедии что-то в этом роде что вы знаете что такое анархизм да можно поднимать руку чтобы было понятно кто говорит идеология направлено на некое представление власти как как это вообще любого государства у нас трое кто-то может что-то дополнить хочет или вообще по-другому думает ну да я больше тут снимаю не как в виде диалоги а как инструмент решения сложных задач и вообще видимо что это он более дополнен окей мне интересно в анархизме ну не то чтобы интересны а близкие понимаешь почему это например не то же самое что демократия тоже штамм гуманизм права человека на самом деле это очень хорошее то что ты сейчас говоришь я очень часто чувствую что-то че ты чувствуешь интуитивно и как бы это на самом деле очень много про анархи как мне кажется ну лично про мой анархизм это так что очень многие вещи ты как будто бы понимаешь интуитивно чувствуешь потом ты где-то читаешь и видишь что она оказывается это анархизм да или там еще что-то вот и это здорово потому что на самом деле как бы одна мы там чуть-чуть будем говорить что один из таких принципе из того что заявляют анархисты это то что как бы нам всем принципе как бы анархизм он привычен и как сказать он нам он нам не чужд да но часто мы ну поскольку это как бы вот как говорим дальше про мифы да здесь очень плохо видно но вот сейчас поговорим про мифы или о том что такое да почему мы воспринимаем иногда анархизм анархисты анархия как какие-то другие может быть слова на которые у которых есть кто-то багаж другой вот и например на этой картинке я не знаю как бы кто из вас рожден с ссср еще и может быть смотрел лично я например не осмотрела это видео но как бы узнала потом когда стал анархисткой что оказывается когда-то был такой миф ну точнее мифология которую создавалась большевики поскольку как бы в свое время и мы до этого в принципе дойдем когда-нибудь в курсе было было противостояние то самом деле как бы в принципе в 2000 и в 1918-19 году все могло пошло пойти не так и мог бы быть не большевизм анархизм но к сожалению большевики оказались более кровожадными поэтому вышло так и потом как бы из-за того что анархизм был очень популярен массах на тот момент после революции и в частности среди матросов среди разных не знаю там среди солдат то же самое вот они делали такие фильмы где вы показывали анархистов типа образ анархиста это пьяный матрос танцующий яблочко где-то которому типа вообще все типа пофиг он как бы просто ездит и просто называется анархистом и вписывается в любую безмотивную как бы фигню вот и собственно это тоже какой-то образ который в принципе сейчас уже другой да то есть образ анархиста сейчас он там не знаю человек с молотовым или я не знаю как вы видите например кто такой анархист и вот него интересно знаете ли вы какие-то такие мифы или может быть это в принципе для вас еще и не миф может быть вы так реально думаете а на самом деле нет то есть может быть как бы слышали что там ну какие мифы насчет анархизма есть хаос ясно мы тогда должны делать 11 занятия по мастер-классу еще что-нибудь хорошо да склоны к насилию ну на самом деле со словом радикалу все не так просто ну то есть в принципе это не миф но ради это ну что радикальный это тот ну или группа то есть радикальная идея это та идея которая хочет перевернуть все с ног на голову но не значит разрушать но значит что она не приемлет реформизма какого-то вот то есть не видит какие-то устои общества например был феодализм и был радикальная смена до когда сны стал капитализм это тоже был радикализм да то есть когда меняется все то есть полностью статус-кво и в этом плане анархисты и безусловно радикалы а что такое нигилизм знаете ну кроме отрицания все разберем это немножко позже еще что-нибудь о да кстати есть такое да а чего только женщин да возможно и вообще просто но это больше наверное как будто бы про коммунистов я слышала такими ладно супер хорошо в общем а хорошо но мы это вот сегодня как раз тоже будем обсуждать про вот это где анархисты в спектре политических движений хорошо у нас сегодня присутствуют настоящие живые анархисты на мероприятии даже достаточно много вот и я думаю что вы были когда-нибудь хоть раз на живой библиотеке так ну надеюсь что вы все пообщались может какие-то мифы вы уже смогли развить может это было интересно познакомились но мы сейчас хотим пробежать пробежаться по паре мифов которые здесь указаны некоторые раскроются в ходе курса поэтому мы о них сейчас не будем говорить некоторые даже сегодня уже хоть с дальнейшего обсуждения будут раскрыты сейчас мы хотели коснуться мифа про анархисты это хаос и анархия не подразумевает хаос она подразумевает порядок просто этот порядок немного иного характера это не навязанный кем-то порядок а порядок установленный свободным обществом и правила как раз таки тоже касаясь нигилистма который отрицает все правила и законы анархия не отрицает правила и законы она отрицает навязанные правила и законы правила и законы по которым будет существовать общество и которые все приняли свободны свободно полностью допускается поэтому вот это первые два мифа которые бастет Ну, хаос, если я помню правильно, это греческое слово, которое означает отсутствие структуры, отсутствие там какого-то, ну, какой-то последовательности что-то, да, то понятно, что анархия – это отсутствие власти, то есть, ну, как бы структура и власть – это не всегда одно и то же. Например, в анархистском обществе будут структуры, просто эти будут структуры как бы по возможности максимально не иерархичные, вот, и анархизм не отличает, не отрицает власть как таковую, потому что власть у нас все равно остается. Например, мы вот все сидим, и я как человек, который делает доклад, осознаю свою власть, что у меня есть власть как бы больше в этой комнате, чем у вас, которые здесь первый раз, которые пришли там меня слушать и так далее. И важно, чтобы я это просто понимала и как бы не узурпировала ее, не начинала вас там, не знаю, сейчас эксплуатировать, что-то заставлять делать против вашей воли и прочее. И чтобы мои товарищи смотрели как бы тоже за этим, что я не, не знаю, не беру тут, не говорю каких-то лишних слов, о которых мы с ними не договорились, например, да. Вот, то есть в этом смысле анархия как бы это как раз-таки вот такой договор, скажем так, да, людей, а нежели просто хаотичное бронусское движение всех подряд. Вот, да, я вернусь к камере. Ну, смешной миф по поводу женщин общих. С одной стороны смешной, а с другой стороны достаточно, наверное, распространено, ну, в том плане, что это очень симптоматично. Если честно, миф это или не миф, но, например, в десятом году, когда меня задерживал Губопик, один из них мне в лифте сказал, типа, что, потому что мы жили на квартире, снимали вместе там помещение, вот, и там нас было где-то шесть человек на момент обыска. И мне так, ну, я была единственная девушка, по-моему, и мне сказали, типа, что тут тоже, типа, общее, потому что мы на обыске говорили, что у нас, ну, чё это называли, все мы говорили общее, общее, общее. И, ну, и, соответственно, вот как бы это, собственно, для него это, наверное, и не был миф, да, то есть люди, которые воспринимают женщину, в принципе, как собственность. И здесь, даже когда он говорит, высмеивает общность, коллективизм такой анархизма, да, при этом он как бы говорит о том, что моя жена принадлежит только мне, да, то есть все равно это какое-то, не знаю, тело, объект, который принадлежит мужчине. Вот, анархизм, естественно, это не приемлет, вот, и как бы анархизм выступает за самореализацию любого человека, в том числе женщины, и как бы за ее полную там свободу воли и выбор, и, соответственно, никто не имеет права, как и любым другим человеком, владеть женщиной, там, управлять женщиной и так далее. Ну, вот об этом больше немножко поговорим на занятии, ну, вот, касательно женских прав, женского опроса. Вот, и у нас еще был здесь вопрос про утопизм, это достаточно распространенно, я тоже часто слышу, что это инфантильно, анархисты, не знаю, просто не поняли, ну, как бы какие-то дети маленькие, что-то нафантазировали себе, да, было бы здорово, но что дальше, мы, типа, вот, живем здесь и сейчас. Вот, на самом деле хочется на это сказать, что, учитывая масштаб сопротивления, который этот мир, государство и капитал дают любому освободительному движению, не мудрено, что каждая из них является утопичным на данный момент, но, например, заглянем сто лет назад, сто лет назад, вот, реально, там, женщины не имели права голосовать, если мы говорим про демократию, да, и когда суфражистки об этом заявляли, это тоже был утопизм, но почему-то сейчас для нас это как будто бы в порядке вещей, да, и когда у нас забирают это право, мы как бы видим, что это что-то, ну, как сказать, странно, что нас его лишают. То же самое, что когда-то люди не ходили там все поголовно в школы, нельзя было там поступить в университет, не имея, не знаю, там, какого-то золотого офигенного кошелька. Когда-то тоже любые, во многом всякие социалистические или требования равноправия какого-то, они были утопичными, вот, и поэтому, да, если кто-то считает, что то, что, как бы, я верю в там свободное общество и что это утопично, да, да, но, как бы, возможно, через сто лет это не будет утопичным, и мне достаточно этого, чтобы продолжать деятельность какую-то свою и, ну, какую-то свою борьбу, распространять идеи и так далее. Вот, это что касается мифов, вот, мы, наконец-то, закончили интерактивную часть. После перерыва сейчас можем попить чаю, походить, побродить, пообщаться. Сделаем его, не знаю, наверное, минут 15, чтобы все успели там в туалет сходить, 10. Вот, и потом уже начнем, в принципе, чуть-чуть вам расскажем что-то от себя. Суть анархизма политического течения, то есть, как уже упоминалось ранее, с греческого переводится как безвластие, поэтому основная суть, ну, не совсем верна, то, что это не отказ от власти, как ранее упоминала моя софасилитаторка, это, скорее, равное распределение власти в обществе, и она должна быть построена на отсутствии экономической, социальной, либо политической иерархии. То есть, основные угнетения базируются на иерархии, и суть анархического общества, политического течения в том, чтобы создать это общество без иерархии, без угнетений, где все будут равны, и никого не будет угнетать, собственно. Основные принципы анархизма — отсутствие принудительной власти. Опять же, про власть, то, что упоминала моя софасилитаторка, есть власть, она описывает это как рациональность, то есть это власть какого-то авторитета, власть каких-то знаний, и ее отличие от принудительной власти в том, что никто не навязывает свое мнение или свою позицию, а в том, что это, скорее, как мнение какое-то авторитетное, и любой человек может прислушиваться к нему, может не прислушиваться, и делать свои выводы, основываясь на своем решении. И никто не имеет никакая персона, никакая группа лиц, не имеет права указывать и навязывать свои желания другому участнику общества или участнице. Свобода от принуждения заключается в том, что в обществе нет какого-то принуждения, и если мы хотим как-то взаимодействовать с этим обществом, участвовать в его жизни, никто не может быть принужден к этому участию, и все должно строиться только на добровольном участии. То есть, если кто-то хочет добровольно участвовать в жизни общества, он участвует. Никто не может быть принужден к каким-либо действиям. Свобода ассоциаций подразумевает свободу организации любых обществ, свободное вступление в них, свободный выход, и равное право распоряжаться будущим этого общества. То есть, все имеют равный голос в построении этого общества и в его функционировании в будущем. Взаимопомощь подразумевает как сотрудничество, но не такое сотрудничество, как сейчас в католическом обществе, которое строится скорее на каком-то, на выгоде. Взаимопомощь подразумевает то, что это все добровольно, и мы помогаем, не ожидая то, что нам помогут в ответ, но при этом мы сотрудничаем, не ища каких-то выгод при этом. Равенство, собственно, все имеют равные права, ничего, желание не может быть превыше другого и не более. Самоорганизация. Кстати, по поводу взаимопомощи и самоорганизации интересно, что в белорусском обществе в прошлом году эти принципы уже были зачастую реализованы, но многие люди даже не осознавали в том, что они анархические, и в этом подразумевалась эта анархия, а не хаос, в том, что люди сами. Это были случаи, по-моему, с подвозом воды, когда отключили в некоторых районах воду, и люди сами организовались, сами помогали друг другу, никто их на это не организовывал. Все произошло очень горизонтально и низово. И самоорганизация, как и самоуправление, подразумевает в том, что какие-то структуры люди сами организуют и сами управляют. Ими нет у кого-то сверху. То есть эта анархия отсутствует, все имеют равное право, равный голос в участии в обществе. Можно я еще добавлю по поводу свободы ассоциаций и почему это вообще важно? То есть какая-то странная право человека, не знаю, есть вот, свободно вступать в профсоюзы, например, или уходить из них. Почему это важно для анархистов? Потому что анархисты, это мы чуть-чуть позже будем говорить, видят общество как союз. Ну, условно, это могут быть коммуны, это могут быть рабочие коллективы. То есть разные анархисты, разные теоретики смотрят по-разному на устройство общества. Но для анархистов очень важно, то есть мы не видим общество в рамках границ какого-то государства. То есть это скорее союз, то есть какая-то федерация свободных обществ, сообществ, групп, любых каких-то единиц, которые захотели бы присоединиться к этой федерации и взаимодействовать там, получать какой-то профит друг от друга. Ну, в смысле, что не использовать друг друга, а понимать, что нам вместе лучше, чем, ну, то есть мы можем добиться большего, мы можем получить больше, мы можем производить больше и так далее. Вот, и вот эта свобода ассоциации, она как бы очень важна, потому что, ну, в частности, зачастую, как бы, что сейчас мы наблюдаем, это то, что ассоциации в целом существуют скорее как такой, ну, культурный досуг, да, то есть вы можете там, не знаю, в спортзал ходить, и это будет ваш кружок, вы можете там, не знаю, ходить на концерты, можете там где-нибудь организовывать какие-то читательские клубы, но это не видится как политическая единица, которая решает за себя, как она хочет дальше взаимодействовать, чем она хочет заниматься, и, ну, скажем так, почему, ну, то есть, когда мы говорим про ассоциации, это обязательно туда слово не партии, да, потому что партия это что-то, что стремится к власти, да, то есть рано или поздно это, ну, это единица, которая хочет добиться, там, не знаю, каких-то количеств мест в парламенте и стать большинством, которое будет потом пропагандировать какую-то свою идею, даже если она им кажется важной, вот, да, и на самом деле я тоже хотела сказать, что вот эти примеры взаимопомощи серым организациям лично для меня, они вот в 20-м году, которое продемонстрировало, которое белорусы продемонстрировали, они для меня были тоже чем-то очень удивительным, точнее, я не была готова к тому, что эти идеи или, скажем так, вот такая практика, она станет настолько всеобъемлющей и настолько быстро распространимой, то есть достаточно было, чтобы просто не было никаких лидеров, да, присутствие, даже так, присутствие этих лидеров физически где-то, то есть это, ну, несмотря на то, что какие-то лидеры протеста все равно есть, они сидят там в интернетах, сидят где-то в Вильнюсах, еще где-то, да, но как бы физически эти люди не присутствовали и впервые белорусам, которые, в частности, часто впервые даже и выходили на протесты, им приходилось как бы заново переосмыслить, ну, то есть что они вообще там делают, чего они хотят, куда они хотят идти, не всегда, конечно, это работает, ну, то есть я думаю, что то, что у белорусов не получилось самоорганизоваться и, ну, как бы добиться большего, чем мы добились, я считаю, что мы многого добились, но, тем не менее, не удалось как бы идти, это продукт того, что у людей не было опыта, да, к самоорганизации, а у тех людей, у кого был этот опыт, либо их было очень мало, либо у них были очень маленькие, ну, как сказать, влияния, возможно, да, в группах более широкого общества, либо этих людей очень быстро как бы пикировали, где-то выгнали из страны, посадили и прочее, вот, то есть в целом это очень здорово, и как бы лично для меня, ну, то есть, ну, вот это, как сказать, постание, оно удалось, потому что я изначально это видела как не цель, ну, как сказать, я была уверена, что Лукашенко не уйдет, и уже несколько раз попытки такие были, и, как бы, это достаточно сильная диктатура, поэтому для меня было это скорее как процесс трансформации вообще людей, и, конечно, жаль, что он, скажем так, сейчас находится на таком, на такой стадии, но, тем не менее, для меня это было еще одно, как сказать, ну, это просто вот доказательство того, что просто убери тех, кто командует, и люди как-то найдут, как сделать им, они найдут, как им сделать дворовой чат, они найдут, как им поставить, там, не знаю, вот тут ребята рассказывали на перерыве, да, дозорных, найдут, как себя защитить, найдут, они найдут способы, вот, главное просто не мешать, скажем так, вот. Ну, еще небольшое слово по поводу ассоциаций, было помято федерации различные, объединение ассоциаций, это тоже очень важный момент в том, что все эти федерации строятся снизу вверх, то есть максимальная власть идет в обществе, которое снизу, и делегаты в федерациях имеют все меньше и меньше власти, вплоть до того, что они могут просто пересказывать то, что им делегировали, то есть это не так, как, например, в демократическом обществе представительной демократии, где есть избранный делегат, который сам решает за других, как обществу жить и существовать, то есть здесь абсолютно другая структура, где все решают только на местном уровне низовой инициативы, и дальше это делегируется все выше и выше, и чем оно выше, тем меньше власти у людей, которые выступают этими делегатами в федерациях. И, собственно, критика государства и капитализма о том, что, в общем-то, анархисты выступают не только против диктатуры, не только против власти Лукашенко, не только против какого-то абстрактного тоталитаризма, а против любых иерархий, любых угнетений, в том числе капиталистического угнетения, капиталистического рынка, где есть наемные работники, работодатели, которые обладают властью, принудительной над этими работниками, когда работники не имеют каких-то возможностей, вынуждены продавать свой труд. То есть анархизм критикует полностью любые формы угнетения и иерархий. И это не только тоталитарные режимы, а в том числе и капитализм. Здесь есть еще такой раздел, мы решили включить то, о чем говорил человек, когда называл мифы по поводу левые-правые, анархисты-левые, анархисты-не-левые. Я условно назвала этот пункт анархизм и политика, но в целом, если мы говорим... Потому что что сейчас считается политикой? Политика — это люди, которые сидят где-то в парламентах, на президентских креслах, не знаю, кто-то на тронах еще до сих пор королевских, и, соответственно, они решают там, как будут жить остальные миллионы людей. И поэтому очень часто считается, что поскольку нет анархических партий, значит, вы в принципе вне политики, потому что мы действительно вне реал-политикс, которые сейчас взаимодействуют... Это люди, которые управляют всеми нами, в основном во всех странах мира, неважно, какое устройство, будь то какая-нибудь социал-демократия Швеции или какое-нибудь более консервативное правительство в Польше, в принципе идет одна и та же система. И вот когда мы говорим про правых и левых, вы помните вообще, откуда вообще такое деление? Ну или знаете ли? Да, что за французская революция, это как? Объясните. Ну, в смысле, что там было? Ну, насколько я помню, что просто напротив французского города, когда парламент или что там, какой-то орган власти, где было много людей, просто правую руку сидели те, кто был за реформы и какие-то там плюс-минус свободы, ну, для того времени, как они принимались. А с правой стороны были, ну, по-моему, консерваторы, кто топил за действующую власть. И, по-моему, по центру были, были, были духовенственные, я не уверен. По центру было название «болото», потому что это было более такая политическая, все-таки, вот, составляющая парламента. И с левой стороны они были не столько за реформу, сколько именно на радикальные изменениях. Да, действительно, это правда. То есть это, условно, 1789 и так далее года, вот, то есть очень давно. Вот, и до сих пор почему-то, ну, как сказать, до сих пор отсюда идет вот это левое-правое. И, в принципе, да, то есть правое-правое, это как будто бы тогда называлась партия порядка, да, что мы подразумеваем под порядком? Консерватизм, да, неизменение, то есть вот этот статус-кво, который есть, он должен остаться, мы не должны сюда пускать никакие новые веяния, никаких, условно, новых людей, отсюда, там, противмигрантские всякие настроения, да, там, никаких изменений, никаких, никакой новизны, никаких, там, не знаю, женщин в правительстве, еще что-то, то есть как оно есть, оно сейчас, типа, очень хорошо работает, да, то есть это считается такая консервативная, вот. И второй момент, это левые, тогда называли их, там, партия движения. Что такое движение? Это мы куда-то идем вперед, прогрессируем, мы хотим изменить, и сейчас, ну, традиционно называется, там, правыми, левыми, левые – это кто? В основном те, кто стремятся к социальному равенству, расширению демократических прав политических, тоже свобод людей, вот. За экологию очень часто выступают. Что касается консерваторов, это укрепление государства, это ужесточение каких-то законов все время, управление малой группой людей, ну, то есть какая-то концентрация власти, часто сильной централизованной власти где-то, вот. Ну и, соответственно, когда мы говорим про, да, и вот когда часто называют консерваторы или радикалы, но сейчас, что мы видим, например, когда мы говорили про либерализм, да, либерализм тогда, там, в 19-м условном веке был левым движением, потому что на тот момент он стремился к тому, чтобы расширить, там, права политические и экономические на большое количество людей. Сейчас либерализм записывают всегда в правые движения, потому что это уже, как бы, стремление сохранить статус-кво, потому что мы сейчас живем в либеральных или неолиберальных даже государствах, вот. Вот. И, ну, как бы, некоторые отмечают, что, например, вот к левым относят, там, часто коммунистов, социал-демократов и часто анархистов. Например, Википедия записала, там, анархизм, как бы, что это левое, в то время как либертарианство, например, которое часто путают, вот я слышала здесь, говорили про анархокапитализм в одной из библиотек живых, ну, это, как бы, считается правым движением, потому что это, ну, вообще не анархизм, несмотря на то, что эти люди говорят о том, что мы хотим, как, устранить, не знаю, власть, которая будет над нами, которая будет нам запрещать богатеть, не знаю, покупать острова, что там люди хотят еще вооружаться, убивать всех, кто зайдет на нашу собственность, вот. То есть это абсолютно противоречит любым анархистским убеждениям, вот. Вот, и на самом деле, как бы, вот наше мнение, не все анархисты его разделяют, но есть такие, что анархизм вообще лежит вне плоскости лево-право, потому что лево-право, это все-таки остается зоной политики, это остается, то есть любая левая партия, любое левое движение хочет рано или поздно стать, захватить большинство, не знаю, в парламенте и говорить всем остальным, как им. То есть это, в принципе, часть структуры, когда анархизм говорит, что мы критикуем эту структуру, мы критикуем представительную демократию, мы не хотим участвовать в этом и думать, что это возможно реформировать, мы хотим действовать по-другому, мы хотим договариваться не на уровне парламента 400 человек, мы хотим договариваться с людьми, вот, выйдя на улицу и общаться, да, и вот это и есть реальная политика, где люди сами решают, как они хотят, чтобы их жизнь развивалась. Когда они, то есть любое единственное, вот, когда мы говорим про левых, они говорят, что мы хотим расширять политические свободы. Для анархистов, я бы сказала, существует единственная политическая свобода, это право человека участвовать в принятии решений насчет того, что влияет непосредственно на его жизнь. Это единственное право, от которого вот просто все остальное пляшет. Если оно не реализовано, можно считать, что этот человек исключен, да, каким-то образом. Если оно реализовано, то дальше идет надстройка, вот такая, да, анархистская. И поэтому, когда мы говорим, что ни в левой, ни в правой, в принципе, политики, в группах, в инициативах, которые придерживаются этих зиадов, не существует вот этого права. То есть есть право, давайте разрешим там кому-то голосовать, давайте разрешим, может быть, разрешим каким-то горожанам кликнуть, согласны ли они с бюджетом, какой-нибудь там, не знаю, лоди, и вот мы расширили на них. Но при этом все равно это люди не напрямую влияют на то, куда будут потрачены деньги, которые забрали из их налогов. Вот, то есть поэтому мы говорим о том, что анархизм, с одной стороны, вне политики, а с другой стороны, и есть политика, да, потому что жизнь, наша жизнь, это и есть политика. То есть все, что про нас решают, даже если мы хотим быть аполитичными, это значит, что мы просто принимаем, ну, как бы то, что происходит с нами, какие законы принимаются, мы просто в них живем. Вот. И я здесь хотела еще пару слов сказать про авангардизм. Есть, ну, я думаю, что, может быть, кто-то слышал, что вот это достаточно распространено было там у большевиков, ну, типа коммунистов русского разлива, там, такой, постреволюционного, да, что вот есть какое-то движение, революционный авангард, который знает, как правильно, который разработал прям теоретически все тютелька в тютельку, как надо сделать, понимает угнетенных, с ними солидаризируется и готов, когда там будет какой-то момент, просто встать впереди условной колонны, да, и всех привести к свободе. Вот. Анархизм отрицает это. Это было бы легче намного, да, то есть, но это был бы уже не анархизм, да, потому что что такое авангардизм? Это, ну, скажем так, если не навязывание, то как минимум убеждение людей в том, что ты единственно прав, но при этом не... С ними никто не советуется, да, как людям хочется. То есть, это такая пропаганда жесткая, да, что я знаю, как тебе будет лучше, верь мне, пойдем за мной. У анархистов, скорее, отношение к этому больше с просветительской точки зрения, то есть, не навязать, не принудить, а убедить, показать своим примером, показать, не знаю, пригласить, поучаствовать в чем-то и решить, окей это или не окей. Именно поэтому, например, ну, как бы анархисты не могли стать в этих протестах никаким авангардом, потому что у нас действительно сравнительно с количеством людей, которые участвовали там, это малая часть, да. То есть, поэтому... Но даже если бы это было по-другому, было бы глупо использовать это как, не знаю, какой-то потенциал для того, чтобы просто на кого-то навязать свои убеждения. Дальше идет часть про авторитетов. Ну, это такой, немножко, скажем так, шутливая форма про авторитеты. То есть, кого вы здесь видите? Что за бородатые дядьки? Ага, кто из них Кропоткин? Кропоткин в очках, запомните. Значит, Бакунин без. Но, на самом деле, мы их поставили здесь, потому что... Ну, просто, чтобы визуализировать слайд, потому что я как раз хотела поговорить о том, что, несмотря на то, что у анархистов есть какие-то люди, да, которых вы можете знать, ну, вот вы все, в принципе, знали теоретиков, да, основных, и, в принципе, они достаточно известны вообще за пределами. То есть, это не только потому, что они по-русски писали, и Кропоткин, на самом деле, очень много писал по-французски, и теперь приходится все это переводить. Вот. Но, с другой стороны, как бы эти люди, да, действительно, они стояли просто у истоков, то есть, Бакунин, точнее, стоял у истоков, там, первого интернационала коммунистического, в котором произошло разделение между, там, Марксом и ним, и вот пошли, как бы, две традиции отдельно, марксистская коммунистическая, да, такая авторитарно-коммунистическая, и анархо-коммунистическая, более либертарная. Вот. Но мы их поместили здесь для того, чтобы в том числе показать, что на самом деле для анархистов не важен, то есть мы отдаем, там, дань людям, которые что-то делают, что-то умеют лучше, чем мы, что-то придумывают, переосмысливают общество, но при этом самый лучший анархист – это тот, который делится и учит других делать что-то похожее. То есть быть, не знаю, как бы, человеком, который скажет, как правильно, потом захватит власть, условно, как какой-нибудь Ленин, да, и будет говорить всем, как жить, и убивать всех, кто там с ним будет несогласен, нам такое не подходит. То есть для нас, ну, как бы для меня, вот эти люди, они не кумиры. То есть я не, у меня нету к ним какого-то трепета, то есть это люди, которые очень много посвятили своего времени, да, анархизму, и они действительно помогли, там, мне в становлении, да, когда я там читаю, мне нравится то, что написано, мне помогает это понять, но при этом сейчас очень часто новые теоретики пишут под псевдонимами, многие пишут анонимно, да, то есть в анархизме неважно абсолютно вот это лицо, вот эта идентичность, я, 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 как бы я написал, я сделал. Важно скорее, чтобы люди использовали то, что я написал, если им это будет интересно. Если я увижу, что мои идеи идут, мне не важно, кто это, как бы, откуда это пошло, вот, кто первый придумал, да, я не хочу подпроцентовать какие-то идеи. И на самом деле, если вот посмотреть даже на всякие коммунистические движения, часто они называются, да, ленинизм, марксизм, маоизм. Это по людям, да, которые их придумали, или там, которые написали какой-то там текст, и после, и вот я теперь последователь вот этого человека конкретного, и есть вот этот культ личности. У анархистов нету, ну, то есть никто не называется кропоткинист, да, или там бакунист, вот. Поэтому, ну, вот, наверное, об этом стоило сказать. Да, и сюда, наверное, еще есть важность сказать про отрицание экспертности в том плане, что мы не говорим, что нет людей, которые знают что-то лучше, да, или мы не говорим, что нет людей, которые посвятили, не знаю, там, есть какой-то врач, который 7 лет учился, и, естественно, он лучше, там, понимает в медицине, чем я. Но при этом мы стараемся, чтобы вот эта экспертность скорее была общим благом, которым могут пользоваться, например, если у нас в движении есть кто-то с какими-то экспертными знаниями, мы заинтересованы в том, чтобы этот человек не удерживал эти знания, мы заинтересованы в том, чтобы не было ни одного человека, у которого есть доступ, только у него есть доступ к ресурсам, только у него есть доступ к контактам, только у него есть доступ к каким-то конкретным знаниям, только он умеет говорить на камеру, или только он умеет говорить, не знаю, на протестах, потому что это значит, что у этого человека накапливается очень много власти такой, ну, скажем так, ментальной. И, опять же, это тоже плохо, например, с точки зрения формирования движения, что легко тогда одного этого человека, не знаю, арестовать, куда-то убрать, переагитировать, чтобы он там ушел, умер, не знаю, женился, перестал быть активным в движении, чтобы движение просто осталось, скажем так, без головы, вот, и для нас поэтому важно, чтобы, почему, например, вот анархистское движение, как будто бы все время, ну, то есть, ты не можешь, ты можешь посадить, в принципе, всех анархистов, да, если ты там их как-то вычислишь, но ты не можешь посадить там, условно, только Николая Дитка и просто сразу все такие анархисты, ну, ладно, все, то есть, да, как бы мы теперь ничего не можем делать, вот. Что еще я хотела здесь сказать, это, наверное, вот буквально последний последняя тема, которую я хочу поднять, это угнетение, угнетение, прогрессивность анархизма, вот я, например, вспоминаю, что когда в седьмом году, когда я только-только, то есть, у меня такой опыт, что я сначала была, там, в пятом году в Зубре, да, если кто-то помнит такую организацию, там, Зубр, молодой фронт, тогда было, там, перед 2006 годом, перед выборами, это такое, типа, демократичное, националистическое молодежное движение, что ли, вот, и мне тогда это было как-то очень интересно, а потом я познакомилась с анархистами, и, ну, соответственно, как сказать, я думаю, что я перешла к ним, потому что я увидела то, что в тех движениях мне не давали никакой власти, мне только говорили, что делать, то есть я могла только быть волонтером и исполнять, а в анархизме я могла прийти и высказывать свои мнения, делать то, что мне хочется, или не делать то, что мне не хочется, и это не значило, что я буду исключена из группы, если я не поддерживаю какое-то коллективное начинание, вот, и вот какая-то такая самоорганизация, и вот я помню, что еще, там, в седьмом году, когда, в принципе, в Беларуси, если на тот момент, я не помню каких-то активных, не знаю, женских групп, феминистических организаций, то есть на тот момент НГО в Беларуси, в принципе, очень мало было, или там, не знаю, каких-то ЛГБТ-организаций, ну, любых каких-то, условно, то, что сейчас кажется уже мейнстримом, если не в том плане, что все это принимают, но все про это говорят и знают, у всех есть мнение, да, на этот счет, то есть кто-то феминист, кто-то точно нет, кто-то, там, гомофоб, кто-то наоборот, то есть уже есть какое-то мнение насчет этого, и тогда этого в Беларуси, ну, в моем кругу вообще про это не говорили, но когда я пришла к анархистам 15 лет назад, это уже было во всех наших зинах, то есть мы как будто уже про это говорили, это не значит, что мы делали что-то, да, то есть мы не делали какие-то акции в поддержку, там, конкретных каких-то движений или угнетенных групп, или меньшинств, но при этом у нас это присутствовало в качестве дискурса, и мне кажется, что вот эта прогрессивность, то есть то, что сейчас существует в Беларуси, для меня это как будто бы вот не ново, только потому, что когда-то давно мне это рассказали, там, не знаю, товарищи, да, и вот, и поэтому, когда мы говорим про угнетение в целом, да, анархизм постулирует то, что каждый свободен быть тем, кем он хочет, то есть он хочет, как он себя хочет проявлять, как он себя хочет, не знаю, представлять, я сейчас не говорю не только про политику идентичности, а в целом, что ты свободен быть тем, кем ты есть, кем ты являешься, и ты не должен подстраиваться, и не должен угнетаться, ущемляться в правах за счет того, что ты не похож на кого, то есть это такой, то есть нонконформизм или непохожесть, это как будто, ну, не то, что приветствуется, но то есть разнообразие, оно, ну, является таким корнем анархизма, и оно как раз-таки, мы говорим о том, что разнообразие как раз-таки формирует, то есть когда мы все думаем одинаково, мы становимся консерваторами, когда есть люди, которые думают по-другому, предлагают что-то, показывают, что у них есть другой опыт проживания жизни, вообще не такой, как у нас, мы можем видеть этот мир по-другому и видеть, где, например, идут перекосы власти, да, то есть почему кто-то сейчас, сегодня говорит, а кто-то не задал ни одного вопроса, да, потому что, ну, как бы у людей, возможно, опыта нету, им стеснительно еще, если мы не будем обращать на это внимание, мы будем просто всегда говорить, ну, кто-то просто молчаливый, но это не так, да, то есть когда мы не обращаем внимание на какие-то вот такие перекосы, мы не говорим об этом, мы не видим, куда вот эта власть, скажем так, перетекает, вот, и поэтому для анархистов вот это все, вот это очень важно, при этом, как я сказала, что вот не только свобода вот этого идентификации, скажем так, самовыражения, самореализации, но и свобода иметь такое же политическое право, о котором я говорила ниже, участвовать в том, что касается непосредственно меня, то есть если я гей, я имею право решать, как я буду жить как гей и так далее, а не кто-то мне расскажет, запретит или, наоборот, разрешит, то есть я сам знаю, как мне важно проживать в мою жизнь, что для меня является важным, и при этом, что еще важно, например, когда мы говорили про государство и капитализм, можно сказать так, что многие могут подумать, например, что окей, есть просто разные страны, да, с разным уровнем, скажем так, либеральности, да, то есть, например, в Америке, пожалуйста, там, гей-браки, не знаю, там, промоушен на работе за то, что ты там камин-аут сделал, еще что-то, или там, например, женщины, пожалуйста, сидят, не знаю, там, на каких-то высокопоставленных постах, становятся министрами МВД, еще что-то, и как бы мир им рукоплещет, анархисты не рукоплещут этому, потому что мы говорим о том, что не только государство должно уйти из жизни этих людей, но и капитализм не должен эксплуатировать, то есть мне не важно, будет мой начальник геем, женщиной или мужчиной, белым, гетеросексуальным, мне важно, чтобы у меня не было начальника, вот, и если мы говорим, ну, то есть у анархизма есть критика вот такого гей-капитализма, да, когда просто строится куча, там, не знаю, отелей, не знаю, для каких-нибудь гей-сексов, в то время, как там рядом люди голодают, то есть для меня то, что человек какое-то предоставляет собой меньшинство, не значит автоматически мою солидарность с ним, мою солидарность определяет скорее то, какую позицию он занимает в иерархической структуре, и если этот человек занимает в иерархической структуре какую-то позицию выше меня, держится ее, и еще и, как бы, ее, в принципе, пропагандируют, что типа ок, вот так быть, да, что мне классно, я буду просто черным копом теперь, да, мне не важно, какой у меня коп будет состреливать, да, в Америке, черный или белый, важно, чтобы просто не было этого копа, который кого-то стреляет, вот, то есть вот это очень важно понимать, что, как бы, анархизм критичен, и именно в этом его прогрессивности, возможно, кто-то скажет, вот этот утопизм, что вы все время, хоть вам все время мало, да, то есть вы, там, вот, пожалуйста, вам дали геофеминисток, вы все время, все равно недовольны, да, ну да, недовольны, потому что сохраняется, капитализм, он очень лобилен, он очень изменчив, если он видит, что, ага, здесь какие-то, мы можем включить, вместо того, чтобы бороться с женщинами, можем их включить в структуру, и они там будут на нас работать, быть начальниками, и так далее, и то же самое с геями, дадим им право жениться, пожалуйста, главное, чтобы они хорошо работали, производили, там, какие-то продукты, и, не знаю, где-то кого-то эксплуатировали, то есть вопрос скорее в том, что система очень подстраивается под кажущиеся либеральные требования, их поглощает, и возвращает нам такую же систему, только просто чуть-чуть больше разнообразную, вот, но этого анархистам недостаточно, вот, у меня на этом все, я хотела еще, у меня есть пару слайдов, первый это домашнее чтение, здесь есть несколько текстов, да, которые можно почитать, чтобы вот примерно что-то, что мы сегодня обсуждали, более, скажем так, пространно, увидеть чуть-чуть позже, и вот второй слайд, есть видео на русском, вот, есть в России несколько теоретиков, да, ну, Тупикин не теоретик, он журналист, но, например, Дамье и Рябов, это историки анархизма, вот, их тоже интересно иногда послушать, немножко нудные дядьки, но они очень классно рассказывают, вот, то есть можно это посмотреть. У нас все, и вы можете, не знаю, наверное, задать какие-то вопросы, или дать какие-то отклики. Мне давно, ну, можно сказать, не дает покоя такой момент, откуда у белорусских, ну, участие, я не знаю, там много-немного, участие белорусских анархистов, любовь к белорусскому языку. Я поясню, чтобы это не звучало страшно, просто я в какой-то момент сознательно от него отказался, я имя особо не пользовался, но я прям так вообще отгородился от него, потому что Клик Пачел интернациональное, национальное. И для меня, ну, как бы русский язык, как бы я там плохо не относился к российской власти и так далее, но для меня это русский язык, это язык, с которым я могу общаться, там, с украинцами, с казаками, с армянами, с грузинами, что я иногда делаю, и не понимаю, зачем, как бы себя закопать в рамки локального, когда можно, как бы сделать, надо. И я понимаю, что это особо индивидуальный вопрос, но может, как бы по вашему там общению, по вашему личному опыту, общению со своими товарищами есть какой-то источник, откуда вообще это берется? Ну, я могу сказать, что как я думаю, мне кажется, что я тоже, да, я вот тоже говорила, что в свое время я была в каком-то таком типа национальной демократическом движении, и я тогда года четыре разговаривала по белорусски, носила с собой там словарик, вспоминала этот язык, но, да, и вот когда я, в принципе, пришла к анархизму, года два я продержалась, потом я, в принципе, его как-то так перешла на русский, мне было проще, и, возможно, у меня тоже изменилось вот сознание в пользу того, что язык это инструмент, да, то есть мы пользуемся, ну, как сказать, это тоже такое, типа, частично нарратив национализма, да, почему именно белорусский, почему не полишутский диалект, да, то есть белорусский и русский язык это все унифицированное, централизованное, навязанное, записанное в книгу, которое должны знать все, чтобы получить оценку, да, какую-то, и быть похожим на русского, а не быть, например, из Ростовской области, или там, окоть, акоть, и так далее, то есть люди всегда разговаривали на разных языках, и чем ближе они к соседне живущим людям, тем больше у них там перемешений, как бы настоящий живой язык, он никогда не такой, который мы сейчас говорим, потому что нас так научили, потому что так нормативно говорить, да, вот, и поэтому для меня это тоже был вот язык, скорее, как инструмент, при этом я понимаю, например, аргументы людей, которые, как бы, либо очень давно говорят на белорусском, в анархизме, либо переходят сознательно, это в том числе потому, что русский язык, ну, как и английский, то есть, в принципе, все языки-гегемоны, да, это имперские языки, это колониальные языки, то есть французский, английский, русский, это языки, которые стали популярны, не потому, что их так легко изучить, и просто мы решили все 170 миллионов или 200 в СССР, почему бы не знать русский, да, нет, потому что это, типа, намеренная практика была по насаждению, по русификации, потому что люди, чтобы, это, люди, которые понимают тебя, которые понимают государя, им и проще управлять, то есть люди, которые тебя не понимают, они тебя и не будут слушать, да, ты можешь с ними только палками общаться, вот, поэтому выгодно, чтобы люди разговаривали, там, условно, на одном языке, и в качестве этого аргумента люди переходят, да, как бы на белорусский, например, как один из аргументов, может быть, чтобы показать свою, как бы, особенность, да, какую-то, не значит национализм свой показать, а показать свою какую-то культурную принадлежность, потому что анархизм не отрицает культурные принадлежности, вот, поэтому мне кажется, что вот это может быть одним из аргументов для этих людей, при этом, ну, для меня это тоже, например, ну, вот ты возвращаешься к белорусскому, который тоже, вот, как я сказала, нормативно белорусский, да, это какой-то язык, придуманный интеллектуалами, не знаю, лингвистами, условно, да, как и любой, в принципе, язык, вот, и здесь тоже путешествуешь, там, да, подъезжаешь к Даньску, там, оказывается, вообще, кашубы живут, а не поляки, да, и там кашубский язык, и когда едешь с поляком, он говорит, у них там какой-то диалект свой, гуглишь, а это язык отдельный, ну, то есть, и вот, вот как работает, в принципе, титульная нация, да, когда я поляк, все тут поляки, в принципе, но нет, как бы некоторые люди по-другому себя видят, некоторые люди по-другому живут, поэтому, да, ну, вот, наверное, один аргумент, я знаю, не знаю, может кто-то знает еще другие, ну, я думаю, что вот это вот, русифируем, как сказать, особенно, в последнее время агрессия России, в плане инкорпорации, да, каких-то, ну, государств, да, или вот, как не отпускание, да, из своей зоны влияния, она тоже может повлиять на то, что ты хочешь, как бы, ну, показывать, что нет, когда ко мне придет, условно, российский солдат, я буду говорить на другом языке, типа, здесь они не встретят братишек русских, да, или что-нибудь такое, но это не всегда связано, это связано скорее с антиимпериализмом, с антиколониализмом, чем с тем, что я белорус, вот, уважаю границы, там, считаю, что вот Белосток, Польша, а Гродно, именно Беларусь, так и должно остаться, ну, то есть, нет, это скорее вот так, про какую-то свою идентичность. про Зины? Ой, как анархизм пришел в Беларусь, я не буду сейчас рассказывать, есть очень клевая книга, которую написал Юрий Глушаков, называется «История анархизма в Беларуси», и на тот момент как раз-таки это были крессы у сходни, и все это в Белосток, и все такое, то есть, белорусский анархизм пошел вообще с Белостока, а в Белосток приехали товарищи, которые запропагандировались в Германии, ну, и дальше понесли это, вот, то есть, это очень клевая книга, ее, ну, классно почитать, там они вот с 1905 по 1917 прослеживают вообще, как распространялся анархизм именно в Беларуси, в Беларуси, да, Зины это, ну, как сказать, сам издат, да, магазин, ну, то есть, Зин, вот у нас там лежат, можно это назвать, наверное, Зином или брошюркой, на тот момент, когда, в движении не было каких-то таких мощностей, что можно было прям распечатать брошюру, люди делали просто там в самоклеющиеся какие-то вещи, я думаю, вы тоже, может, сталкивались с этим, когда там просто какие-то куски текстов, картинку, еще что-то, это такой калаш, который ты просто потом распечатываешь уже, что-то наклеено, и делаешь из этого брошюру, даешь там товарищам, то есть каждый уважающийся анархизм делал свой Зин, вот, на тот момент, когда я была как бы в движении, это было тоже немного странно, но с другой стороны, это было единственным способом получить информацию, да, у нас у многих не было тогда интернета, ну, или такого интернета, который прям вот онлайн, я всегда, да, вот, и поэтому передача там вот этих Зинов, многие по почтам, я как бы, я знаю одного человека, который занимался рассылкой почты, еще вот писал в музыкальной газете о том, что есть объявление, хочу потом познакомиться с анархистами, еще что-то, ну, то есть это так было смешно, но как-то, да, происходило. Ну, да, и Зины, это скорее были переводы каких-то текстов, то есть, где можно было узнать, что в общем происходит в мире. Фасилитаторы? Ага. Потому что, не знаю, это, возможно, сегодня это не сильно подходит, потому что, ну, лекция, это все-таки, когда вот один человек, да, рассказывает другим что-то, что он знает, и предполагается, ну, вот, вторая часть у нас, в принципе была лекция, да, но фасилитатор, это термин из такого антиавторитарного образования, фасилитатор это человек, который помогает, да, способствует чему-то, ну, в данном случае обучению, и когда мы говорим про какие-то семинары, или, ну, мы называем их часто воркшопы, когда мы делаем больше интерактивно, то есть мы в первую часть попытались так сделать, чтобы что-то получить от вас, что-то, что вы можете получить друг от друга, или получить не только вот какой-то эксперта, учителя, который знает, как жить, и поэтому мы называем это фасилитаторы, или со-фасилитаторы, ну, как бы совместно делаем, да, вот, но, как бы в данном случае можно и лектор называть нас. Ага, хорошо, в общем, я думаю, что тогда мы можем, наверное, на этом примерно заканчивать. Смотрите, Манкин, а почему наркиссы так, ну, скажем так, догоняются на терминологии? Например? Это вытекает, ну, это вытекает из предыдущего вопроса, почему так важно, если, ну, мы говорим о том, что, главное, чтобы люди вас понимали, понимали друг друга, язык должен, это инструмент для понимания, почему так важно подчеркивать различную терминологию, да, говорить там, ну, наверное, о том, что женщина, там, профессии женские выделяется, ну, немножко другой вопрос, нет, но в целом, ну, мне кажется, ну, просто как невица, да, тот человек, который пришел здесь, мне почему-то немножко кажется, это каким-то, фриковатным, сектантством, да, ну, тихо, ну, я вижу вашу руку, отвечу, подниму позже, в общем, я думаю, что мы так говорим, потому что нам так привычнее, потому что мы так делаем в своем кругу, и мы уже давно так называем людей, которые занимаются антифторитарным образованием, и это как бы выскакивает, да, то есть это было ненамеренно сказано, с другой стороны, ну, как сказать, часть анархистов, не скажу, что все, например, считают, ну, как бы есть такое направление, не знаю, может, ты мне поможешь в лингвистике, да, которая говорит о том, что то, как мы называем вещи, и формирует то, как мы думаем о них, именно поэтому мы говорим о том, что имеет смысл употреблять феминитивы, да, а не просто продолжать, потому что русский язык же говорит, что все, ну, можно и мужским именем называть, и все поймут, да, то есть, как бы это изменяет сознание, и когда ты намеренно делаешь, опять же, акцент, в том числе у людей возникает вопрос, а почему ты так это называешь, почему ты просто, ты объясняешь, человек может, не так не будет называть, но он будет знать, что, ага, есть другое, то есть, есть не только учитель, есть не только лектор, но есть и другой человек, он как-то там называется, я забыл, но в целом, есть как будто другой подход, и когда мы говорим про подход антиавторитарный к образованию, потому что анархисты критикуют традиционную систему образования, передача, там, вдалбливание, там, да, отсутствие критического мышления, и прочее, если мы назовем это учитель, это будет просто заимствование из вот этой структуры, которая призвана к тому, что я учитель, я важный, и у меня есть власть, а ты ученик, ты поглощаешь, вот, поэтому я вот так никогда не назову, ну, типа, это противоречит тому, к чему я стремлюсь, как бы, моей мотивации этого спича, вот, ну, вот, наверное, так, но я согласна с тем, что это, есть, как бы, дискуссии, там, ну, не то, что прям в анархизме, но, как бы, на уровне разных групп, о том, что действительно очень много терминов, которые, ну, мы читаем много, да, у нас там какая-то теоретическая база есть, и мы, как бы, этими терминами, нам удобней ими общаться, потому что мы уже понимаем, что значит этот термин, нам не приходится все время объяснять, ну, и когда люди впервые с этим сталкиваются, они могут думать, что они на каком-то странном языке с нами общаются, и это тоже, да, это действительно проблема, когда анархист не умеет донести, например, говоря речь, где-то он не умеет сказать, никак, не знаю, с трибуны какой-то большевик, который может только говорить трудящиеся, там, ну, вот, какими-то такими штампами, клише, если человек не умеет просто поговорить с человеком на доступном ему языке, то, ну, как бы, плохой скилл, как бы, агитатора, наверное, плохой скилл какого-то такого общения. Что касается следующего занятия, это будет посвящено направлениям, да, вот мы сегодня затрагивали, кто-то там говорили, да, что есть там анархокоммунизм, какой-то синдикализм еще есть, феминизм, еще что-то, вот, есть еще даже какой-то анархокапитализм, вот, и мы в рамках этого поговорим об этом, и в том числе, как видит каждый из таких измов, да, общество, ну, потому что очень разные представления о том, как может все быть, вот, и мы предлагаем приходить через две недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok